так ребят я уже распинаюсь тут сижу а стрим падает просто не запустившись и это полумый проваловит поток чуть не пошел не знаю что за хня вот короче запустил еще раз рассказываем что здесь происходит у войска будет сейчас скоро мы смотрим кто зарядился из наших хэппи нету есть блайк так афиноген тут лоди магия уже грил изи эволюшн фрэнд хэппи marine тиран викас присутствуют ник джен у тайм стрейдж так что у нас не наш просто заметил что шоу-тайм здесь есть элоцираптора еще кто-то там гост неподтвержденные участники койот милка ну тут что говорить-то кэппи чуть перестал гуфу ска играть ждем пока сетка появится все таки пока нету соответственно вот уже повернул появилась она как бы хотя бы без игроков короче ждем сначала ну и за нашими будут следить конечно вот так как он и вот так да и Ну что, ждём, ребятки, ждём Пока что-нибудь начнётся Сейчас ячейку заварю Вот стрим пошёл, слава богу Ну отлично, что пошёл хотя бы Сейчас вернусь Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, я здесь вернулся к вам Вижу, там отборочные на ОВЦС Французские идут Пенал во Франции То есть будет следующая ОВЦС, судя по всему Субтитры сделал DimaTorzok Так, привет, а у вас Ну, либо Firekick меня не интересует Это вся тема Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сетка-сетка Ну что, появляется ли сетка? Обновляем ещё раз Да, смотрите, кассеточка готова Давайте покажу Я её вам Сверху апокалипс находится Так, дальше Далее у нас идёт Пока наших не вижу Так, Афиноген, Хэппи Марин Где наш-то кто-нибудь вообще? Раптор, была я вижу Блайс и Раптором, кстати, будет играть сразу Изи ниже идёт Здесь у нас Френд Так, смотрите, Эрон Вик внизу вижу Присутствует Какой-то кореец у него в сетке Не знаю, что за кореец такой Димага и Стрэндж с самого внизу Но Стрэндж сейчас севет, получается Можно проходить Что я могу сказать здесь Можно Я думаю, Гулай Попробую ворваться в первую группу Потому что там Релоцирапторы Как бы Плюс сам Блай Думаю, будет интересно Интересно Уже Как бы Игорь Так, просматриваю новости. Еще у нас по народу 80 человек уже собралось. Так, вижу, что Happy что-то стримит или просто он играет, я чуть не понимаю. Ну, Happy нету на полу поиска, это точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, велоцераптор шоу таймом играет? Как шоу таймом? А, точно, точно, да-да-да, ребятки, а велоцераптор здесь вообще есть? Блин, у меня нет велоцераптора, это очень плохо, потому что можно было бы глянуть, что-то, ну, по итогу будет ни хрена не глянуть по ходу дела. Гребят, как шоу таймом играет? Гребят, Костик, Киев. Будут все, кого смогу отстримить, наш, что-то, основанно играет. В Диманке, кстати, Тейлз во втором туре, скорее всего, будет. Еще надо ждать второго тура, насколько я вижу. Я подумал, что в лайфе и велоцераптором, и... Жду инвайта, блин, а и велоцераптор-то шоу тайма сначала. Блин, в лайф шоу тайма это будет интересно, конечно. Так, ну что, без рейтинга катнут, что ли, в росту? Давайте попробуем, без рейтинга, катнуть. Привет, Джавадан. Хрена себе, Мастер Лига на рандом без рейтинга залетает. Как-то это опасно очень, я вам скажу, опасно. Поехали. так первым так первым так первым так первым и 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 , да ну, место собак заказал рабочего, это был косяк, конечно . . но ладно, будет обманка. с моей стороны тогда а а и Ну, халяу, тут вообще грызутся. Ёма, тут мои линги уже убили. Это жесть какая-то просто. Наши войска, атакованы. Наши войска, атакованы. Наши войска, атакованы. Наши войска. Наши войска. Наши войска. Наши войска. Наши войска. Наши войска. Наши войска, атакованы. Наши войска. Что тут говорить? Мастер ЗВВ? всяких мастер лик треплю нелепых ну ладно это все без рейтинга, у Стрэнджа есть оппонент, так, у Бла еще пока не доиграли что-то я Бла из вида опять потерял а вот, все, шоу-тайм появился оппонент у Бла, отлично это будет шоу-тайм вот, все, шоу-тайм вот, все, шоу-тайм так, конечно, розыгрыш миссии уже прошел уже всем все послал так, все, шоу-тайм так, пошел инвайт от Бла где здесь Наруто готов шоу-тайм ведущий Наруто не, конечно, не против Бла на Европе эта шляпа осталась ребят, как убить этот чатик-то вот я уж даже и не знаю что с ним делать кто шарит, подскажись как его убрать-то и никуда не деть опять это баг этот ребят, кто знает, как убрать подсказывать, потому что я не знаю надо, я не знаю сообщение закрываешь не помогает, ни хрена я помню, была уже такая проблема с этой хреновиной ну, давненько когда-то уже она была причем она сейчас сейчас она вообще вместе просто, блин неудобно расположена так, ну что Глай ставит хату вторую на третью здесь у нас пошел Белончик, видел, шоу-тайм нет, шоу-тайм даже не видел эту хату пулгат запилен здесь у нас гейт пошел нет, это Буадим я неправильно так что продолжает, Буадим, пилон кусать шесть лингов, заказано у него третья хата уже есть храм во льдах карты не играла еще на картах новых кстати, в середине мая будет уже ВЦС второй сезон, как я понял, играться турнир сколько за год эти БВЦС я что-то и не помню потому что вроде как же два сезона а потом уже Близкон пробочка и минус я понял у тебя Зератулла почему так долго не могут пофиксить такую бредятину как этот чатик так, сгрызбай адептика кстати говоря готов ли сейчас шоу-тайм я чуть не очень уверен что готов Беллинбаст ведь от Влая идет стопроцентно сейчас Мазеркор здесь есть пытается Блайпион подгрызть но Мазеркор Линга подгоняет сейчас ну что, Беллинбаст пошел? ну что, Беллинбаст пошел? сейчас был от шоу-тайма Влай забегает пилон грызает но верчажа две штуки сейчас работает но второй-то вообще до Влая не достает он начинает грызть два Беллинга на мейн прорываются неожиданно вместе с лингами здесь обязательно нужно процу сплититься очень много лингов дотекает шоу-тайм в кучу ведет что ж ты делаешь шоу-тайм е-мое как пробки сейчас под ударом оказываются поджесточайшим со стороны Влая просто-напросто фокуса Беллинга что-то не происходит это ошибка кстати со стороны проца абсолютно точно Блай очень много навыбивал рабочих но учитывая тот факт что Блай продолжает улынить это может привести еще к поражению в принципе потому что рабочих отставание не слишком большое вот и Блай не пытается перейти вот макро надо было переходить третью ставить рабов заказывать пожалуйста здесь два старгейта Блай опять Беллинг бастит издалека но вот учитывая что Мажоркор патрулирует по-другому тут собственно и никак этот пилон смысла убивать нет надо сюда врываться но есть уже филты поэтому я чуть сомневаюсь что у Блаев что-то получится здесь вообще так заходят Бейны сейчас пытается Блай взорвать пилон пилон взорвал очень поздняя реакция от протаса сейчас от шоу-тайма и кажется Беллинг баст Блаевский удался все-таки охренеть он все-таки продавил но как это произошло я сам поражен если честно взял да продавил не было филдап смотрите просто зафтык с филдом от шоу-тайма абсолютно спокойно врываются линги в итоге пилон взрывается 4 адепта взрываются так здесь опять врываются Беллинги 18.38 по рабочим Блай все-таки перешел в экономику это уже абсолютно верное решение начинает Нексус подгрызать но вот не обязательно было Бейна в такой ситуации в пилон взрывать честно говоря так можно какой-то пробежать лингами сюда но тут в центре ай здесь мазеркор есть пилд не вошел несколько лингов протискиваются посмотрите все-таки вниз и даже Блай сгрыз сентрю даже этими лингами умудрился еще одна пробочка здесь под ударом нужно лингами подольше побегать на самом деле чтобы время потянуть ну сейчас линг пытался пробежать пробежать не получилось Блай забил уже конечно этого линга вижу коголь запилен вижу есть эволюшн эволюшн есть значит ой 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 сейчас можно бейнов использовать будет Блаю это вообще будет прикольно но тут рабочих мало на самом деле так карту для микро не знаю каких карт для микро уже спрашивали ну может муру апгрейдит эту версию я не знаю а может быть и нет ну че нужно куда-то врываться заходят бейны а нужно ли бейлингов вообще сюда было приводить хотя неплохо Блай тут взорвался посмотрите еще рабочих подрезает шоу тайму опять начинает напрягать ой ой сколько рабов минус жесть сколько в игре в этой Блай убил 38 рабочих он уже оппонент своему сгрыз 72 41 по лимиту достроил Блай зачем столько лингов он построил сейчас я понять не могу ему бы я не знаю спайр запил хотя там есть два старгейта но гидродэн все что угодно было сейчас делать и убивать я думаю что самое дельное гидродэн в чем можно даже было бы сделать нидус например так заходят линги будет Блай бейлинг бастить ну надо а кстати нету нету бейлинг нест морфица бейна шоу тайм видит лингов здесь стоят они ну кстати он видит краем вижена вообще мазеркора и не собирается реагировать на них никак вообще 10 бейнов это мощно но нужно гейт уже взрывать абсолютно точно гилды есть пошли бейлинги вперед шоу тайм опять не успевает ничего привести ребят чтобы просто напросто закрыть этот проход Блай врывается еще и бейны на рампу умудрились зайти часть лингов тут наверх протиснулась часть остается внизу и так собирается ли Блай что-то продолжать здесь нет Блай ничего не будет продолжать судя по всему боевому лимиту почему просто сейчас какой-то нелепый контр-выход будет хотя нет не будет Блай заходят сюда роучи здесь линги перевезены все вылетает феникс ну тут ожидает шоу тайм этого урыва шатает рабочих на мэне ну что роучи приходят на вторую базу роучей достаточно много шоу тайм выставлен не туда он выставляет не странно шоу таймом Блай на пофиг под уверчажами уже пилоны эти проблевает линги дотекают сюда еще очень много роучей подходит ну естественно здесь уже шоу таймом ничего не сделать в этой ситуации будет бай проблевает и сейчас заходит внутрь ну как все равно у Блая не получается вот прям взять из лоб убить у меня такое ощущение складывается пилды хороший оверчаж своевременный от шоу тайма лингов очень много подходит ну кстати нет Блая все таки много сейчас этот пилон с оверчажем упадет и дальше Протсу точно ничего не сделать будет и Блая одного из сильнейших наверное игроков Протсу на данный момент выбивает из турнира потому что был один дальше пойдет это очень хорошо спасибо Новокайн пользователь Новокайна активировал премиум на ваш канал что все равно мы будем делать на ваш канал это будет это будет оно будет невероятно Продолжение следует... Привет, Акера! Ну что, блайчик идет дальше. Сетку смотрим мы сейчас. Так, блай в третьем туре ждет оппонента. Дальше слабее, конечно, чем шоу тайм. Будет изи в третьем туре ждет оппонент. Тут у него и лейзер. Он тоже серьезно в сетке. Френд проиграл, вижу. Моты бьется. Тиран Вик будет биться с каким-то, возможно, корейцем. Кто это вообще такой? Фира выиграл. Очень хорошего продуса этот кореец. Кассар там бьется, смотрю. Стрэндж в третьем туре. Демага с Тейлсом. Бьется уже. Демага с Тейлсом. Так. 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 Наушники 7.1 не знаю, поддерживают или нет. Тиран Вику пока нет оппонента. Пока мы к нему не будем попадать. Вот. Но, возможно, я успею после Демаги. А вот Демага уже бьется. И надо посмотреть, поболеть за Диму против Тейлса. Так. Диратул. Я не знаю, куда там Хайпи уйдет. Это его дело. Но если будет что комментировать, то можно и вместе комментировать. Понимаешь, главное, чтобы было что комментировать. Потому что, если наши игроки не будут где-то успешно выступать, тогда, собственно, и комментировать особо нечего будет. Спасибо, Аранда. Приветствую тебя. Привет, Спайк. А вас? Всем привет. Юр, привет. Короче. Короче. Начинаем понемножечку раскочегариваться. Аранда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, все Возвращаюсь сюда Так, Блай говорит, что это Билуи Я понимаю, у Теран Вика все-таки это Билуи У Димаги это Тейлз Это вроде Тейлз Я как бы не знаю, есть ли у него аккаунты какие-то другие Вот, ну здесь адептики вперед выходят Нужно Диме просто окружать их сейчас Ну не через Акрика окружать же нужно Просет это что за хрень-то, блин Сразу с хайграунта забегаешь на встречном курсе Просто окружаешь и все Ну так и так, Димага изгрыз Молодец Красавчик, что так сделал Подстраиваются адепты Причем здесь корейцы и СМГ-игры Корейцы более успешны, чем в принципе все другие игроки Потому что Старкрафт им нравится Они в него тренируются А Старкрафт это Как ты понимаешь, игра Где тренироваться нужно Как нигде, ни в какой другой игре Это к успеху есть Так, гейты добавляются Скорость атаки адепта Он будет адепта врыв сейчас будет От Тейлза Так, еще пилончик пошел Гейтов все больше и больше становится Товар по адептикам идет Очень неслабо И сейчас 10-11 адепта У Тейлза Выдвигается Он сейчас к Димаге У Димаги реально много раучей Но справится ли он с обороной Вот в чем вопрос Что значит справиться с обороной В данном случае Это Это Так Адепты отступают Иллюзии заходят Наоборот Дрончиков желательно отвезти Сейчас Димага как-то криво очень Дронов уводит Куда ты ведешь ты Димага Они же Что происходит А наоборот Навстречу надо было везти Сейчас Сейчас Что-то бываю любая Гидра слился Говорит А кому там Гидра слился Ну сейчас Посмотрим Кому там Гидра слился Кривко уморы Пошли Девяносто шесть Семьдесят восемь По лимиту Вижу два Стар Гейта Линка один Тут Кусаться побежал Димага сконтролил Его красавчик Не дал ему Сейчас Как-то Отдаться Нелепо Ну и что Можно сейчас Просто сделать Реводжера Линга Пуш К примеру Но Димага Предпочитает Поставить Гидродент Подстроить Еще дронов Игатомик Это печально Но У корейца Нету Третьего Никсуса Значок Сообщения Это бак И я не знаю Его пока Не пофиксили К нему Говорят Что и на ЖСЛ Он был Тоже Вчера Вот Поэтому Это просто Близзард Косячит Очень сильно Что не могут Такую Хрень Пофиксить Просто Привет Кус Третий Нексус Ставец Тут Робот Все дела Фениксы Есть Фениксы Полетели Уже Харас Димаги Спорки Ни одной Нету Вот Это Конечно Опас Очень Расхват Что Димаги Спорок Нужно Привести Гидру Чтобы Защитить Попытаться Королеву Но Королеву Уже Не Защитить И Будет ли Димага Врываться Прессовать Оппонента Своего Я думаю Что он Должен Это Делать Но Как Он Будет Это Делать Это Уже Вопрос Карта Такая Интересная По Центру Прохода Усковат И Обходить Далековато Здесь Через Верх Хотя Можно Вот Так Обойти И Атаковать Через Эти Камни Получается Блин Тоже Димага Спорок Не Добавил Это Не Очень Хорошо В Димага Чуть Не Спешит Это Делать Пока Полиамид Плюс Есть Два Феникса Еще Забрал Это Вообще Замечательно Что Феникс Столько Назабирал Виджу Люркер Дэн Пошел А Почему Роущей Гидрореладжер Не Поддавить Полиамид Это Вообще Прекрасно Здесь 160 Там Можно Приходить Пытаться Убить Люра Как То Не Вписывается В Этот Микс Почему Все Очень Долго Ждать И Уже Будет Потерян Тайминг Как Мне Кажется Посмотрим Может Дима Вообще Не Собирается Как То Налам Макро Играть Четвертая Я вижу Базов Что Грейдов Надо Больше Делать Хотя Плюс Один Собственно И Делается Так Заход Димага Лингов Много Зазака Сейчас Филды Неплохие Пошли От Тейлс Но Димага Успел Выйти Из этих Рилдов Десять Реводжеров Я наблюдаю Сейчас Вот Это Уже Интересный Расклад Десять Реводжеров Это Будет Минус Пилона Это Будет Пресс Очень Жесткий Нужно Врываться Сразу С Реводжером Так 180 141 По лимиту Так Пошел Пресс Ой Какие Все Рейнджовые Здесь Юниты Конечно Это Жесть Просто У Димаги Заходит Он Плохо Нужно По имморталам Попадать По фаерболами Нужно По пилонам Сбрить По фаерболами Фаерболы Падают Там Адептов На адептов Попадают Адепты Уничтожены Гидрореводжер Остается Иммортал Падает Сталкеры Пытаются Утейлсу Уйти Минус Сейчас Роба Будет Хорош Димага По моему Это ГГшечка И Димага Пойдет Дальше Хорошо Сегодня Корейцев Отбревают Все Согласен Что раньше Был он Где-то Внизу А теперь Ну его не убрать Я понимаю Этот значок Если кто-то Шарит Как его убрать То отпишите Я спрашивал Никто не шарит ГГ Райсавис Дима Не без Димаги Мы дальше Двигаемся Димага Димага Пока фонет Не вижу Ублай Грэмари Какой-то Будет Сейчас Далее Что за Грэмари Я хочу Тиран Вика Подождать Его матч Если честно Ногу ФОСК Оставки Я не знаю На каких-нибудь Сайтах Может и есть На кипбете Обычно Нет На решающей Стадии Могут быть Ставки С полуфиналов Я не знаю Сейчас я скину Даже Попрошу На кипбетике Может запилить Сечет Как я не знаю Сечет Димага больше не инактивна. Димага сейчас тренится, поэтому и результат есть какой-никакой. Ну что, была игра в Изи с Элэйзером. Так, вот Димаги Касс ждет, а понятно. А где Димага, кстати? Димага же где-то сверху был, по-моему, не? А, вот Димага с Аквероном. Не помню, кто это Акверон. У Стрэнджа на умеат какой-то там появляется. Кстати, тут сетка чистая СНГшная. Посмотрите, здесь Димага, если будет хорошо двигаться, может со Стрэнджем сколеснуться. Тиран Вик может сколеснуться с Кассом. Так, кого забанить, не понял. Задержка 2 минут, поэтому... Так, Димага вышел. Уже, точнее. Все, остаюсь Та здесь. Задержка 2 минут, поэтому... Все, осталось. Все, осталось. Все, осталось. Все, осталось. Все, осталось. Так, Наруто уходит. Немного, говорит, ЗВЗ что-то будет другое что-то показывать. Так, кому Гидро слил? Кстати, хороший вопрос, кому Гидро слил. Танк, танк слил. Что-то да, Гидро... Маньяку он слил, вот сейчас покажу. Ну, маньяков боится. Маньяков боится Гидро, как вы поняли. Ну, Бу-1, тут как бы все может быть. Что он не может слить, что ли Гидро? Да и корейки сейчас не настолько вперед ушли, чтобы прямо вот так вот разрывать. Гидро. Я не успеваю следить, это полуопупевший. Мы с ним давно знакомы, его бань не бань, у него аккаунты новые, но ересь я обычно удаляю, подбаниваю там иногда. Ну что, ребят, Блай против Грэмори. Грэмори играет с мэйна, что тоже самое делает и Блай. Не слабо паренек кликает, но обратите внимание, поляк. Подрастающее какое-то поколение польское. На кнопке жмет очень-очень быстро. Прям даже в глазах рябит. Прям даже в глазах рябит. Прям даже в глазах рябит. Чё-то как-то линги далеко оббегают прям вообще. Прям даже в глазах рябит. Убегает Блай, оббегают к Блаю. Короче, сейчас будет размен. И кто будет лучше в нём, вот это хороший вопрос. У Блая часть линга просто дома ждёт, стоит. Убегает отсюда Грэмори этот. Блай Беллинга одного морфит. Пытается накрыть здесь Блайовских Беллингов. Грэмори взрываются все линги сейчас. И нужно срочно Блай выдвигаться вперёд. Но он, блин, очень медленно это делает в итоге. Ну да, АПМ хороший. Вроде как два линга на два Беллинга. Собственно, поэтому и разменивает здесь поляк. Блай потом пытается Беллингом здесь отвлечь. Кстати, успел Беллингом дождаться прихода лингов. Это косяк. Только похвалил за АПМ. Как АПМ был в итоге бездарно не применён вообще как бы. Хотя бездарно не применён. Как это? Бездарно применён. То есть в данном случае не применён вообще никуда. Не убил Беллинга просто. Поляк и Блай продолжают прессовать своими лингами. Нужно ещё одного Беллинга впилить. Я думаю, чем больше Беллинга будет здесь, тем лучше. ХА туда встраивает зачем-то Грэмори сейчас. И... Так. А нахрен Беллинг взрывается в личинку. Тоже хороший вопрос. Не знаю, зачем он это делает. Всё. Хад падает. Нужно Беллингами на ХГ заходить. Что Блай делает? Прорывает. Сейчас. Забегает в рабочих. Рабочий под ударом. Нужно взрывать может быть лингов. Я не знаю. Но Блай продолжает. Грызть очень жёстко. Так. Взрывов парочек пошло. Один Беллинг у всех уже. Королева Блай подгрызает сейчас. Врывается в дронов. Ещё раз. Дронов подгрызает. И это ГГшечка. Ребятки. Это 5 на 16. Ура-бам. ГГ пишет. Грэмори. Ну Блай опустит в таких делах. Взрывание Беллингов. Вот. Это у него не отнимешь. Реально. Грэмори. 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 Погон conc Пар psi. Грэмори. Сгу. Грэмори. М jog trustек. А демага с эквероном бьются вообще. Да, демага 8 минут в игре. Ну посмотрим сколько он будут играть. Стрэндж будет против победителя биться. Я думаю имеет смысл подождать уже. Привет, Виртуз. Ни хрена там такая японская девочка по центру. У японцы они такие, неспроста их трясет как бы. Японцы они такие, неспроста их трясет. 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 Да, не успел к тиранвику, к сожалению, ждем, ждем. Японцы они такие, неспроста их трясет. Японцы они такие, неспроста их трясет. Ну что, сеточку давайте пока оценим. Происходящее событие рассмотрим. Что, где, почему. Первый тур, я так полагаю, можно уже скрыть. Ну что, апокалипс сверху бьется. Здесь у нас гидру выбили. Корейцев выбили почти всех уже. Блайк ждет победителя. Вот здесь вот синий на за флэш. Изи с лейзером бьется. Ну я думаю, изи под силу его одолеть, как бы вполне. Тиранвик. Вот концентрация СНГ в самой нижней части сетки просто зашкаливая. Здесь и Тиранвик, и Касседи, Мага и Стрэндж находятся. Посмотрим за ними, поболеем. Ну я жду пока Димага закончит, чтобы у Димага Стрэндж ворваться. Ну или Стрэндж Аквирон, я не знаю, если Димага проиграет. Тирактиви говоришь. Сейчас я Стрэндж напишу сначала, чтобы... Ну что, mvp-bill прямо так и написано. Или это у них в сетке исправлено там что-ли, я не понимаю. А не mvp-bill и есть. Уф! Продолжение следует... 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 Чё-то у Тиран Вика бомбануло, не надо так бомбить, корейцы играют. Лучше на Старкрафт забить сразу, если бомбить собираешься. Так, угорели там немцы, не в карте дело. Ну что, Димага выиграл оказывается и мы вырываемся до сюда. Что это за стадия, стадия Таро-16, ещё пока не Бо-3, к сожалению это Бо-1 до сих пор в этой стадии у нас проходит. Так, Блай ждёт оппоненты, остальные все тоже ждут. Тиран Вика наизичек прокатил Билуи. Лилии. Бbilان. ТиранCT быстро подв VIP-5. ТиранCT да СММЛ. ТиранCT ерд Coke, тиранCT,аль partir с scope, Esselныно ерд П ice. ТиранCT. ТиранCT в руки, гуны, Bl Bra тария см démun . ТиранCT прямой ТиранCT. Ну что, у Стрэнджи гейт не Эксус Кивернеточка. Вместе с тем, что у Стрэнджи гейт не будет. Готово! Так, сейчас сеточку еще раз обновлю. Так, сбивает с тренч оверов все-таки. Здесь у нас пилон два газа. Карта, конечно, интересная такая, я бы сказал здесь. Мейн очень маленький на этой карте. Да, третий далековато, что просто явно не очень хорошо. Димага дроном строит. По центру бегает, к силнагу забегает, проверяет сейчас. Ну, в общем-то, аккуратен. Димага. При этом он еще и макро играет. Третья королева запилена уже. Третья, четвертая, пятая королева. Сейчас их пять вообще станет штук. Нужно криптуморы ставить, видимо, вот так. Лэр пошел. Здесь криптумор раз, криптумор два от димаги. Что они с краю ставят, не знаю. Смысл ставить не вот сюда, например, и здесь не вот сюда. Либо выходе к адептам. Стрэнджа небольшой. Выход два старгита пошел. Стандартно он достаточно действует. Адептов здесь шесть штук. Лингов будет сколько сейчас? Двадцать два линга. У димаги этого достаточно, чтобы этих шесть адептов принять. Димага вместо того, чтобы принять адепт, он начинает камни прогрызать. Нахрена? Так. Тут странная очень реакция волос. Заходит стрэндж на треть просто. Скоро сбирался с друнов. Спасительская неплохая относительно сейчас. За минералами у стрэнджа получается. И он уходит. А здесь гидродент пошел. Сколько рабочих димага потерял? Четыре штуки всего. У димага, посмотрите, как он по экономике у него просто на десять рабов меньше. Тут косяка димаги, безусловно, сейчас. Нужно попытаться адептов нагнать, что и пытается сделать димага. Стрэнджа пытается уйти, естественно. Так, домой решил не уходить. Решил... Еще навстречу не вышел, интересно. Решил куда-то в бок иллюзии послать. Димаг на халяву трех адептов догоняет сейчас. Хотя они могли уйти, как по мне. Сейчас достаточно легко. Так, два старгита, два роба. Ну вот это стандартные такие темы. Сейчас для фродцев пошли. Здесь он суверчажек запилен. Три зелка варкаться. И в фениксах количество увеличивается. Плюс лука твоя моркова сейчас будет. Видел ли димага происходящее? Он ни старгиты, ни роба вообще не видел. Неправильно. Это, конечно, странная димага была. Кураган 50-58. Переводим 6 штучек на третью базу. Ну что? Полетел Стрэндж, подхарасил на двух фениксах. Ему димага надемаджила очень сильно. Ну и Стрэндж пролетает, продолжает летать, харасить понемножечку. Здесь 4, а что, вот, королева? Стрэндж понимает, что с четырьмя он абсолютно ничего не сделает. Улетает сюда уже. Так, секунду, сейчас мать приехала тут. Месторождение минералов. Но и Стрэндж. Короче, ребят, тогда я стримлю до того как... в сетке живы, но может наши и до финала дойдут. Так что дело тут такое. Принимаете магобой против Стрэнджер. Конечно, здесь нет ничего, чтобы против чего бились бы эффективные имморталы, но линга гидры недостаточно, фениксов оказывается реально много. Зилки разбирают, имморталы разбирают, и кажется димага зря вот так вот пошел сюда, лингов маловато, у него было такое ощущение. И зилки с плюс один еще, короче говоря, Стрэндж димагу разобрал. Ну что, здесь уже четвертый нехсус Стрэнджер ставится. По лимиту он в плюсе, по всему в плюсе. Димага строит люру, но я боюсь, что против такого микса уже никакая люра и не спасет-то. Линга гидра еще идет в центр от димаги на ксилнагу. Лимит, кстати, сравнялся, боевого чуть больше сейчас получается. Так, ребят, пошла движуха, димага наламывается, но Стрэнджер сломал. Да, Машуль, залезай ко мне, посмотри. А все уже, Маш, кончилась здесь беготня. Следующую, грубою. Вот моя красавица, вы спрашивали, когда увидите. Маша, хочешь слезть в машину? Ну давай. Маша, это тайник. Маша, пойдем. Погащайся, мама. Погащайся. Срочно. Стрэндж у нас получается в полуфинале. И Блай тоже идет медленно, но верно к этой стадии. Передом conseguи, когда? Их, когда? Вась, ты шашка. Вась, ты шашка. Вась, ты шашка. Ну что, шашка, ты? Ну, подожд experimental. Нашки. Продолжение следует... 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 Так, ребят, прошу прощения, я комментирую тут с выключенным микрофоном. Мне надо обсудить, когда тут что будет, ну, какой план действует. Потому что пока мы еще здесь-то не живем, на той квартире-ка, вот. Сейчас я вернусь. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо за премиум реборн... Все будет нормально... Так... Еще 200 на киви, на витаминки для дочи... Спасибо всем, ребят... Короче, успех... При появлении маши... Всегда... Только не пишут люди, кто... Присывает ребят, поэтому не могу вас добавить... Поддержавших... Ну что, Блай третью ставит... У Блай спайер раньше, чем у оппонента... И Блай лидирует в этом плане... Ну и третью хату ему отменит... Сейчас Синим нужно было... Эскейп... Нажать эскейп он успел... Нажать лингов меньше... Отбивать пока не собирается... Насколько я вижу... Ну да, заново просто будет выходить третью... Но... Вот чего здесь заказано... Девять... Девять... Карл Муталисков... Это много реально... Если Синим спорки ставить не будет... То... Мутка сейчас прилетит просто на мейн... И поставит жирную точку в этой игре... Скорее всего она поставит... Три секунды... Здесь еще до готовности спайера... Пока Муталиски выйдут... Представьте сколько времени пройдет... Блай прилетай... Куда ты летишь-то... Ё-моё Блай... Залетает в рабочих... Начинается Харас... Дроны падают... Сейчас... Очень-очень быстро... Парабам уже проседает Синим... Блай убивает... Много дронов реально... Очень много Блай дронов убил... 2641... Парабам... Еще и с королевами решил подраться... Вот у нас потери... Вы видите... Вылетает Мутка... Синина на муве куда-то... Она пролетает... Сейчас... Блай... Ну почти убил... Так... Другую не убил... Точнее... Почти... Но не убил... За тригенится... Все... Вот здесь минус-овер... Короче говоря... Фактически Блай точку... В этой игре... Поставил два Муталиска... Он потерял только... Ну... Залезай... Ну... Тут Роуч приходит... Блай их легко... Достаточно... Мутка... Отбивает... Делает контр-атаку лингами... Контр-атаки... В этой... Возможно... Отменит третью... Хотя нет... Он чуть не атакует... Пока... Странно... Даже у Синина... Кстати... Плюс... Армор на мутку... Делается... А... Вообще... Секунду в секунду... Посмотрите... Даже не отличается... Ни на секунду... Тайминги... Так... Миш... На Яндексе... 298... Было... Хотя... Эээ... Потом... Если... Машуль... Это... Зерги... Маши спрашивают... Кто здесь бегает... Синие... Красные... Не... Желение... Не... Кошли... Куда она закрепил... Не... Та... Пегет... Маши... 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 Да, Машюль... Смотри, какие летают! Ну что, ребята... 22 метра... Маши... Не... ... Приходится мне отвлекаться здесь... Ну, это нормально. Так. Тут осталось дело техники, собственно говоря, Блайю дожать Синина сейчас, и всё будет хорошо. Овер минус. В третью Синин вышел сейчас. Блайю не стоит тянуть, затягивать эту игру. У Блая ещё с 1 на 1 грейды будут, и нужно реализовывать их. Здесь контур забегания какие-то идут. Мама, я оставлю вас. Да. Так, 142,98. Ну, Блай чуть не спешит наламываться. Синин вот что грамотно сделал, так как то, что он с порками сейчас очень сильно укрепился. Блай пытается найти уязвимое место. Вот он находит овера, сейчас находит мутку. Овера минус уйстра. Здесь, смотрите, не прикрыто стоят вообще... Так, ну, что это Блай делает-то? Я не понимаю, что он летает как-то вперёд. Вот надо здания вот эти убивать, которые халявно сейчас стоят, грубо говоря. Мутку поймать всё равно не получится. 145, 106. Нужно как-то точку ставить в этой игре. Я не знаю, просто как это Блай собирается делать. Вот он с порку наламывается, убивает. С поркой минус. Принимает Синин бой. У Блая больше муталисков, у Блая больше грейдов. Давайте посмотрим на количество мутки. 30 на 12. Всё. Вот. Пробревает Блай. Вынудил оппонент подраться. И Синин пишет ГГ. Хорошая игра со стороны Блая. Да, Миш, на Яндексе 290-80. Это твои. Отпиши тогда вниз у тебя в список. Где разрезанная ленточка. Так, ребят, сейчас, в общем-то, сетку давайте глянем. Куда, мама, сетка? Где сетка? Здесь, машина. Так. Четверть финала у нас. Ну, Стрэндж ждёт победителя. Вот здесь вот один Стрэндж. Остаётся Блай с ЕСГ Томом уже будет играть, кстати. Нужно за Блаем следить и за Стрэнджем тоже нужно следить, в общем-то. Я так и буду делать. Сейчас вернусь к вам. Я так и буду хором. Продолжение следует... 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 Узнаю у блайчика, когда он будет одну-вторую играть Пока ничего не ясно Спасибо, Константинга Я так и подумал, что это, наверное, ты Спасибо большое Тебе очень приятно Маша, ты и пикерчик? Так Что-то блайк говорит сейчас, но пока ничего не происходит Спасибо за внимание Так, медленно, какое-то развитие событий вообще Спасибо за внимание Ну, что такое-то, блин Блайк сказал, что сейчас начнет, но что-то пока не начинается Нифига Я жду вместе с вами, что начало батла Блайчика против ЕСГ Тома Ну, непонятно, что, кстати, ЕСГ Том, что-то мне немножечко знаком Не припекло бы у него еще, грубо попасть бы У немцев бывает припекает у некоторых Я жду вместе с вами, что-то делаю Да, что-то пока не Блай, не шевелится. И у Стрэнджи оппонента нет. То есть побыстрее Блай начинал, может и к Стрэнджам успели. Вот, игра создана, захожу в игру. Наконец-таки. Так, готов Блай, Том, кстати, тиранчик Том. Всё, начинается игра, ребят. Сейчас я на буквально минутку поставлю ФП. Главное в игру было попасть. Сейчас отойду, поцелую Машу и вернусь к вам. Главное в игру. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, реводжеры технологии, да. Пойдешь маршрут, Барли? Да. Пингвинов, папе нужно управлять, а то папе будет ругаться на папу. Так, пошел дропчик, ну Блай вроде как отбивается, ровучими приходит, дэмоджа какого-то большого экономики нанести не смог, да и вообще два рабочих все тиран убил за все дропы. Вот, ну в это время третью хату вырубает, кажется у меня наушники отключились. Ушник, да. Блайу нужно контратаковать, иначе все плохо будет. Смотрите, ребят, до того он доигрался, что его расшатал тиран на стимпайке, сейчас ничего не сделать вообще. Да, запись конечно будет на ютубе, я выложу и вконтакте группу конечно же добавлю. Я сейчас выиграл, стримлю. Птичка, 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 птичка. И летают штуки. Тоже. В буках. Птичка, Блай приходит атаковать, Блай разбирает сейчас. Том это ДГшечка похожа, ребят. Как-то каким-то образом Блай умудряется слить вообще игру такую. Хочешь лезть, Маршуль? Я. Ну да. Помогать мне не надо, я с тобой. Так, ребят, что-то мне без звука тяжело сейчас подрублю назад. Ну что, приходит Том. Просто Блай убивает в лоб сейчас, и это очень неприятный момент. Потому что лимита меньше, все меньше. Да, по грейдам на арморчик больше, но это ничего не значит сейчас. И второй армор у Блая заказан, ничего не значит. Блая давным-давно уже нужно было либо пойти уже в размен к Тирану и убивать его, либо же нормально обороняться, чтобы третью базу не убить было бы. Так, ну что, падают здесь все эволюшн, а Рейнер выиграл Билуи, что ли, оказывается? Такую игру Блай умудряется слить, но это прям удивительно. Блай не сдается не верить в свое поражение, но это ГГ, к сожалению. Стрэндж еще не начинает, но у него уже, как я понимаю, да? Да, Рейнер выиграл Билуи, и Гуру уже ждет победителя Рейнера Стрэнджа. Ну это интересно, конечно, очень ей. Так, захожу к Блайчику. Подожди. Такая статуя пингвинов на стимпахе. Хорошая, я думаю. Хорошая, мама. Что это, мама? Соус. Соус. Мне не надо подавать. Секунду, Том просит. Море Блайдана. Секунду. 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 Так, Стрэндж уже начал. Ну, плохой признак, конечно, в первой игре сливать вот так вот, имея преимущество. Том пока что чем-то занят. Очкань. Мама, очкань. Щетка fist. Том. Продолжение следует... Продолжение следует... Том и Джерри там, да, он был в мультфильме в американском. Но там еще вопрос, кто кого гонял. Кот-мышь или мышь-кот. Кота, поэтому... Посмотрим просто, что у нас. Блай карта Ульрена, которую Блай очень любит. И на вот этой карте Блай очень любит делать очень ранний Роуч Ворон. Приходить просто, ну, в стиле предыдущей игры. И оппонент очень жестко напрягать. Посмотрим, что из этого выйдет. Будет ли Блай так делать. И если будет, то... На самом деле все уже прекрасно понимают, что Блай так играет. Просто не могут подстроиться реально под вот это все дело. Мак 30 раз поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Ребятенку на мороженое. Какой он голосом сказал это, а? Спасибо тебе большое. Дитям мороженое. Спасибо всем за поддержку, ребят. Кто на... Кто на Киви присылал, не знаю. Поэтому не могу добавить. Но еще раз спасибо, там 4 старая была. Ну да, посмотрите. То, о чем я говорил, собственно и происходит. Блай играет в Роуч Ворон достаточно ранее. Не видит, что оппонент его обосновался на хай-граунде. ЦС-щик устроит. Вот как подстроиться? Если вот Блай сейчас, например, заказывает Роучи, то Тирану просто вот здесь вот ставим в бункер и все. Ну хотя, если эти Роучи в Реведжеров превратить, то бункер не спасет. Можно просто пуляться наверх фаерболами в легкую. Я так понимаю... Ага. Блай, понимая то, что наверх будет тяжело пропушить, он принял решение отменить этот Роуч Ворон. А вот это уже интересно. То есть, видимо, Блай будет просто делать свитч. Вот сейчас газа сотечку уже есть. Сейчас королевы подстроятся, еще новые. И будет выход в лейер. Видимо, спайер ранее от Блая будет, как он любит. Так, ну 106 маленьких уже стало. Орбиталочка морфица, я смотрю. Маша рисует пока. Сейчас мамочка рисует. Сломали. Сейчас мама посмотрит. Так, ну что, лейерочек здесь делается, как и предполагалось. Но будет ли это спайер, вопрос. Может быть, заход... Хотя нет, какие нидусы здесь. Может, танк строится. Наверняка это будет спайер. Линги от Блая к третьей базе пробегает. Том видит это все дело. Бункер перекрывает как раз вот где-то досюда. По рейнжу 6 рейнжа из бункера у Мариков на рейнж увеличился. Узан Эйр. Точнее, узан Энсап. Сколько в июне будет? Три года. Какой сейчас месяц? 6 апрель, май, июнь. 10. Два года, 10 месяцев будет через 3 дня. Тиран-то не увидел Роучвара, но он перестраховался просто, а была и отменил его заранее. Так, здесь посмотрите, какая ошибка от Тома жесткая. А, два мула теряются. Один из них новейший просто. Том идет в атаку на Блая. А Блай просто забежал лингами. И столько КСМ-ок на крышу, что просто жесть. Вот сейчас новые линги выходят вместе с Королевой. В попытке отбиться надо дронов было брать, наверное, Блая сюда в атаку. А дронов он не взял. Это была ошибка. И кажется, Том может сейчас Блая просто пробрить. Блая вынужден возвращать лингов. Рабочих всех уже уничтожил. Пытается Королевой. Блай сбить медивак. Линги по очереди прибегают, отдаются. Блай, что же ты делаешь? До боевого лимита 9 на 23 тирановских. Кажется, это 2-0 Том. Вот это да. И лимиту. Ё-моё. Да, просто Блая не отбить это все. И даже 2 бейлинга, я так полагаю, не спасут. Если Том просто элементарный фокус продемонстрирует сейчас. Вот, врывается Блая, видит Том, что происходит. Нет, Том ни хрена не видит. Но хату убивает Блая. Это уже полный провал. Однозначно. По-другому и не скажешь. 4 муталиска заказано. Но я не думаю, что 4 муталиска здесь смогут перевернуть эту игру. Учитывая, что стимпак уже готов через 30 секунд будет. Даже уже меньше, чем через 30. Да. Ну вот и съездил на море Блай. Просто приходит Том и убивает. Оказалось, такое хорошее забегание получается. Но нет. Ну, Блай Медивак сбивает, танк подрезает. Но я так полагаю, что совсем это его не спасет сейчас пока. И не может никак спасти. Сейчас Медивак первый вылетит. Том идет вперед. Моряки на стимпаке плюс гелики. Муталиска тут 5 залетела сейчас к Тому. Блай нужно моряков разбирать, чтобы они не скапливались. Но, а как справиться с агрессией вот с этой? Если бы еще армори у тирана было, то точно все печаль бы была бы. Ну, армори нету, кстати. Так что Том пока просто гелионщиками, не толбатами, врывается на стимпаке, заходит. Бейлингов сжечь не получилось всех. Но они только дэмэдж гелионом нанесли. Одного забрали, остальные-то все живы. Еще Бейлингов Том сбривает. Блай пытается в хвату уйти. Блай пытается на мэне. Мутка, кстати, хорошо работает. 8 муталисков. Размен пошел. Неужели Блай сможет перевернуть эту игру? Если Блай сможет перевернуть, это будет просто мастерство от Блая, конечно. Ну, Тлинги выбегает. Если Блай где-то удастся на морфить Бейнов, убить эту группу, а мутка убьет здесь все, то тогда шанс есть. Но пока лимита Блая все еще меньше. Мутка по чуть-чуть погибает. Но 5 штук еще живых муталисков. Так, есть симпатчисы Марики. Нужно 3 Марика разобрать. Разбирает Блай трех Марика. Да, разбирает. И КСМ всех разбирает. 4 Бейнов у Блайна. В твоей базе морфится Блай просто царство. Вот тебе поспешили мы про море рассказать. А Блай-то не согласен с поражением. 0 рабочих у тирана. И Бейлинги закопаны. Блай, царь, просто. А почему не на рампу-то? На рампу бы закопал. Был бы что за глупости-то, ё-моё. Офигеть. Блай еще перевернуть умудряется эту игру. Муталиска минутом недооценил силу вообще врыва сейчас. Так, Марики заходят. Бейлинг взрывает сейчас. Хорош. Блай просто 2 линга здесь остается. Это 1-1 из такой ситуации. Прикольная игра реально получилась. Даже не жалею, что начал смотреть вот эти игры. Здесь у нас Мулл один-единственный падает на вторую базу. Но тут уже все, к сожалению. Словно, сейчас придется осознать, что это был провал. Выходят новые Марики. За стимпатчистому муталиску что-то многовато. Здесь у Блая даже, несмотря на то, что муталиска одна убивает, ему это не поможет. Хорош. Хорош. Маша повторяет сидит все. Маша повторяет сидит все. Автор сельдинам. Маша повторяет. Маша повторяет. Маш. Хорош. Хорош. Погтим. Маш. 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 Грамотно Блай выкрутился Конечно из этой ситуации Очень в этой игре Единственное верное решение Принял, мутку законтролил Все разобрал и дома сконтролил тоже Заходят все в игру Ждем решающую третью Смотрите продолжение в следующей серии Ну да, в такой игре может быть обидно Не нужно было спешить Тому Он туреток не запилил И все Я не знаю было ли там не помню инженерка Но просто не хватило прироста отбиться И все Вот тебе и беда А что нужно было сделать? Скажу так Нужно было оставить Марика всех дома А Гиллионами поехать убить Просто Блай рабочих всех Шестью штук А не в ГГБ Блай написал бы Вот У Маши есть компьютер Если у Маши компьютер Квои компьютера еще трех лет нет В будущем будет Я сам просто собираюсь апгрейдживать На свой компьютер Но этот процессор 1030 сейчас Который хотя бы сильнее моего будет Как минимум стоит Поэтому пока я думаю Что тормознул с этим вопросом Вот А в будущем как-то так Маши нужно будет Не нужен Маши Не нужен Маши Не опасно Маши Нет Спасибо С faites С faites Так, сдвинул немножечко в эпку, чтобы художника видно было. Ну что, Блай решил, что хватит это терпеть. Пора играть свои, как говорится, темы против Тома. Не вижу смысла ставить рядом с минералами эту фату вот здесь, потому что всё равно тиран сверху не даст добывать. Ну, хотя больше и негде её ставить особо. Проверяет в том, что происходит. У Блай Роуч Ворон пошёл. Второй газ запиливает. Ну, это любимое Блай занятие. Сейчас реводжеры будут напрягать просто Тома. Здесь у нас бункерок. Королева заказана сейчас будет. Личинки будут копиться. Том, кстати, может выбить личинки просто сейчас гранатками. Ну, а чтобы выбить личинки гранатками, нужно по ним по личинке стрелять и по КДшечке кидать. Так, Увер запиливает один Блай сейчас. Увера. Готова инженерочка на второй базе. Ну что, Роучи идут сюда, подходит. Реводжеры морфятся. Второй бункер Том строит сейчас, но второй бункер ему так, я полагаю, не поможет. Нифига. Риффер раздул сейчас Блай. Как он затупился так? Подлетает ещё один овер. Фаербулами бункер-то убивать второй нужно. Что Блай не спешит это делать? Барак пытается подрезать. Ну, ДП-шку подрезать. Барак навряд ли подрежет сейчас. Ну, задача была обычно при вот этом пуше просто проломить эту стенку и максимально долго прессовать. О-о-о-о! Ну, да это только с танками, ребята, отбивается, на самом деле, нормально. Против вот такой состав у Тирана, на самом деле, не Ахте, я вам скажу, будет работать. Тем более, Реводжеры сейчас с Рейнджон смогут разводить. Так, Ласкон Рас. Курсы, курсы здесь все, я понял. Вот этого делать не стоит. Фаербулчики пошли. Блай заходит. Реводжеров уже много на ХГ. Мародёров фокуснул. Мариков фокусит тоже сейчас. Королевы две присутствуют. ГГ. 2-1 Блай. Так что первую игру Том чудом вы... Ну, как чудом. Первую игру затащил, но потом Блай не простил все-таки. ГГ. Том расстроился немножечко. Ну, мог 2-0, а в итоге 1-2 проигрываешь, когда ты, конечно, расстроиться там можно немножечко. Ну, Блай достойный оппонент Стрэндж просматривает результаты. Что Стрэндж результаты просматривает? Кто победил вообще? Блай в полуфинале ждет победителя, а я жду Стрэнджа. И пуля победила. Субтитры сделал DimaTorzok Так Резким оказался Алексей Соляков Он же Стрэндж И уже он убил Итальянского игрока Рейнера Который убил Биловик А Рейс и будет в полуфинале биться против Гуру И я врываюсь в этот полуфинал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, я здесь Так, все, я здесь Так, все, я здесь Так, все, я здесь Пингвинов машу Блай апокалипс Ну, Стрэнджи сегодня еще не видели, а Блая слишком много, что-то слишком много Блая на сегодня Поэтому предлагаю Стрэнджи Гуру глянуть Если будет пинал Блай стрэндж, так вообще прикольно, конечно, да Ну, сейчас посмотрим Стрэнджи Гуру глянуть Сейчас раньше должен немножко начать, чем Блай А он Рево появился, Рево не стримит у нас случайно Мог бы, как бы, как- responses Мог бы постримить, например бы Привет, экстрешил, ага С хвостиками, да С хвостиками, да Так Ну что, Маш, с пингвинчиками ходишь? Мама Что ты хочешь, Маш? Папа Да Водички хочешь побить? Это будет киска пить О, киска есть Вот вода Да Сопрано, твой киндер Не, не мой Пришел ребенок по улице Дай, думаю, зайду к помню На стрим Естественно, мой Машуля Кто? Писа? Алиса? Вот у меня пить Молодец, Маш Ну что, заходим к Стрэнджу Блай там тоже скоро начнет, так полагаю, играть И все сюда наломились Чего к Блайу это никто не зашел Блай Апокалипс никому не интересен Блай Апокалипсик Готово Блай-блай Блай Продолжение следует... 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 Сейчас продемонстрировал раскачку экономики, я бы сказал, сейчас в урок. Так, Стрэндж его ждет. Стрэндж его ожидает. Иммортал еще плюс два выйдет. Вторая играет на атаку, делается. Правда, Стрэндж как-то поздно его заказал. Нужно выходить Стрэнджу в четвертый. Нет, 10 или, я не знаю, 10 спереди ставить. Даже не знаю, где лучше будет для него. Но лимит близится к 200 сейчас. Так, нет, это не будет. Это будет Архонщик у Стрэнджа. То, что Стрэнджу нужно грейдануть свои белы. Все, тут эту тему он уже очень хорошо исполняет. Но нужно грейдануть, считаю, так, чтобы уметь играть в... Ну, не чисто такой прессинговый вариант, а чтобы не Архон, а Шторм в этом миксе был у Стрэнджа. Я не знаю, переходить в четвертый Никсус. Хотя Стрэндж в принципе умеет четвертый Никсус переходить. Вот тут сейчас ему просто это как раз таки и надо скорее всего сделать. Так, здесь один эмоций пошел вперед. Гвардиан шилдом здесь Стрэндж наломается. Гуру кайтит ровуч очень хорошо. Пытается ворваться. Врывается. И, кстати, Стрэндж не разберет этих ровучей. Ни-ни-ни-ни. Гуру на халяву здесь все разберет. В это время пошел какой-то гигантский прям дроп. Вот взгляд, Стрэндж, блин, полетал, похарасил. В итоге не законтролил. Гуру его развел. Похоже вообще на 1-0 Гуру. Запас ресурсов гигантский. Вообще много всего здесь Гуру. Некстус на Мэйни разбирается. Падает там вообще. Здание очень много. Не, не Некстус, точнее. Вообще продакшн разбирается. На Мэйни до ворвзилков уйдет. И по лимиту Стрэндж сейчас проседать. Начинает с четвертой Некстус не вышел. В итоге экономика не такая жесткая, чтобы сопротивляться вот дальше. Просто удачный. Да, секундочку. Ребят, сейчас я встану и вернусь. Пока, красавица. Сейчас я подойду, поцелую тебя. Так, все. ФПшечка от Гуру. Ждите меня. Наше месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Наши войска атакованы. Месторождение минералов выработано. Наши войска атакованы. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Так, ну что, я вижу, что игра еще не кончилась. Но Стрэндж еле жив. Прям как-то остался. Вот. И вот Стрэнджу бы здесь, конечно, проводил. Я Машу. Даша, прошу прощения. Пришлось отличное. Вот эти как дропы решают. Опять дропчик пошел. Опять гидра прилетает. Опять проблемы. Опять Стрэнджу не прийти сюда. Архоны пройти не могут. Надо пробить камни уже, значит, давным-давно было. Получается. Ну нет. Здесь, судя по всему, Стрэнджу уже не справится. Не справится ему уже. Гуру. Гварденшилд был. Но, в смысле, нужно назад, конечно, было бы отвезти Стрэнджа сейчас. Хотя, может, что-нибудь хорошее из этого бы и получилось. Он убивает Стрэндж вроде как гидроидов, всюлингов. Но, в итоге, 177 на 99 лимита. Это печаль. Вот, конечно, Фениксы должно что-то было висеть, чтобы дроп этот увидеть. И Фениксы должны были его отбить. ГГ, пишет Стрэндж, к сожалению, это 1-0. Вот. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Ну что, первый у Гуру был. Может мы Бэллингбаст какой-нибудь увидим здесь? Вполне возможно. Газ Гуру добываю. Нет, снимается с газа рабочий. Снимаются с газа рабочий. Только один остается. Соточка газа есть. И заказывается мув сейчас лингом. Еще 6 лингов строятся. Так. Ну на муве может быть будет прорываться. Я не знаю сейчас к Стрэнджу Гуру. Но вполне возможно что пул этот первый приведет к какой-то агрессии со стороны зерга. Может быть я и не прав. Конечно, а Мазеркор Стрэнджу делать уже пора бы заказать. Он сейчас заказывает. Лингов Гуру подстроил 8 штук. Еще 4 заказано. То есть ага, этот. Такую пулу сгрызали тебя даже. Если не полноценное сгрызали тебя вообще. Со стороны Гуру. Так. Адептами подрезает парочку лингов Стрэндж. Сейчас нужно пилон бы поставить около 2-го Нексуса. По рабочим Стрэндж впереди. Пилончик ставится сейчас. Мув делается. Здесь еще эволюшн пошел. То есть мало того, что будет префлоп, так еще и передропы будут здесь со стороны Гуру происходить. Так. Иллюзиями проверяет Стрэндж что происходит. Овер распалил, естественно. Лингов уже сколько? Лингов 22 штуки. Закрывать проход. Если Стрэндж успеет закрыть проход, все. Оверчаж попер. Хорош вообще. Успел выставить уверчаж. Здесь Морфидс овер. Стрэндж видит. Все. Два линга сюда подводим просто. Два... Два точнее... Ну, всех адепт сюда подводим просто. И они по КДшечке лингов просто сейчас на дропе будут забирать. Хорошая оборона со стороны Стрэнджа сейчас и происходит. Но... Так. Линги все-таки дропнулись на мейн. Ну, нафиг нас Стрэндж ничего не оставил здесь? Ну, одного адепта-то хоть оставит. Ё-моё. Линги врываются. Начинают грейс пробок. Пробки. Уже несколько штук минус. Ну, Гуру предпочитает перейти сейчас в экономику, как вы видите. Но, я бы сказал, что не лучшая ситуация у Зерга. У него технологии отсутствуют в принципе. Рабучих четыре штуки. Гуру сгрыз. Ну, неприятно. Одного по адепту Стрэндж оставил. Так и вообще было бы замечательно тогда на мейне бы здесь у себя бы Стрэндж. Так. Да, варп еще адептиков идет. Линги сейчас примет всех Стрэндж. Главное поймать. Ховер улетел уже, так что... Так. На вторую базу врываются Линги. Пробку Стрэндж законтролил, но все равно погибла в итоге. Что-то происходит-то. Все-таки отбивается. Стрэндж Роуч Ворон строит. Здесь у нас Линги все еще летают. Надо пробивать, видимо, пилоны. Уже спускаться, выходить. Адептов много уже у Стрэнджа. Можно с ними выход просто сейчас сделать. Пилончик надо убить только единственное. Так. Здесь с овера ждет сталкер. Вот он залетает, этот овер. Сталкер начинает его бомбить. Здоровый Илюх. Наконец, Стрэндж понял, что надо пробить пилон. Пилон пробивает. Гаварк сделать успевает сюда. Что по Роучему Угуру? По Роучему Угуру Зеро. Хороший залп. Минус 4 линга, которые сюда бежали. Прямо в лингов телепортнулись адептов. Хорошо. Словили 12 адептов. Ребят, это очень сильно. Я думаю, что Стрэндж должен обязан ставить точку в этой игре вот этим врывом адептов. Здесь ничего у Гуру нету. Ничего вообще нету. Стрэндж врывается. Королева громит сейчас. Дроны пытаются уйти. Дроны уходят. Здесь несколько дронов Стрэндж все-таки минусует Гуру. Начинает Роучи выходить сейчас. Можно Роучи убивать на самом деле. Даже сколько адептов. Но Стрэндж телепортнулся на мейн. И здесь Роучи подставляются. Пару штучек. Рабочие подставляются. 76-64 по лимиту. Стрэндж новеньких адептов достраивает. Скорость атаки адептам при этом всем делается. Что самое главное. Мегло построить здесь хату бомбить в итоге. Гуру. Адепты еще подходят. 4 штуки с мейна. Здесь Стрэндж, как я понимаю, выйти собирается. Нет, не собирается. Он собирается вообще хату добить здесь, насколько я вижу. Но нужно иллюзии посылать. Что Стрэндж и делает? Хату добьет сейчас на мейне. Это абсолютно точно. Иллюзии телепортнутся. Сюда вот адепты телепортнутся. Еще не готова скорость атаки пока адептам. Ну, у Стрэнджа уже все очень даже неплохо, вам скажу. Здесь зачем телепортируется Стрэндж частью адептов подроучить? Часть заходит на мейн, отдает все. Сейчас скорость атаки доделась и вообще бы разобрал бы Гуру. Нахрена было вот так вот отдаваться сейчас? Нужно вот второй волной, которые отсюда подходили, было сюда телепортнуть. А этими, да, на мейн просто уйти и все. Так, здесь линги прибегают у Гуру. Все, скорость атаки адептам готова. Быстрее, да, он атакует. Но все равно разваливаются. Заказана роба. Гейты, гейтов хватает. Нужно варпить адептов просто новеньких. И все, отбиваться от врыва, если Гуру врываться будет. И все, будет замечательно у Стрэнджа, да. Да, Гуру, конечно же, будет врываться. Хата на мейне нету, ни хрена нету. Короче, какая-то печаль. Сплошная. Уверчаж от Стрэнджа. Уверчаж хороший, до пилона вообще Гуру не достает сейчас. Линги врываются в адептов. Линги врываются в пилоны. Адептов не разобрать. А Стрэндж разбирается в мясо просто. Потери 4.800 на 2.600. Пишем, ГГ, выходим. 1-1. Счет становится хорошо. Блай 21 минуту уже играет, кстати говоря. Стрэнджа. 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 а вот все хост я что-то испугался что хост все нету и нету а Понял Т1 Ну это хорошо, что встает А вот смотрю фотку, красавица вообще Растет Маша сегодня тоже на стриме была Субтитры сделал DimaTorzok Так Так Пользователь Клавдия сактивировал премиум на ваш канал БРМ МАК Не знаю, про что ты именно говоришь Есть как бы Командные пункты Всякие разные, о них я не знаю Как бы, но Большая белая штука Это скорее всего Радиолокационная станция Дальнего обнаружения То есть предупреждение о ракетном нападении Скорее всего То есть сейчас Воронеж ДМ называется Строются они А предыдущего поколения Дарьял Они назывались То есть они много где есть Но они по рубежам вообще В Азербайджане Габалинская Там РЛС была Вот их закрыли Просто не так давно Будут новые строить В Калининграде По-моему такая Там есть еще Ну Естественно По периметру Вот Так Дадим По переезду Ну посмотрим Там Не знаю Кто там Что сможет Где не сможет Из Печора Нужно будет Забрать Дашу с Машей Но это я не знаю Как бы пока Там когда У меня вообще Как бы Кореш там Должен помочь В этом по идее Ну Посмотрим Если будет некому То тебя попрошу Скорее всего Ты про это Имел ввиду Так Да нет На ноуте должен Прим пахать Если он у тебя есть То тебе нужно Залогиниться Просто В свой аккаунт И все Открывает И ты Стрэндж Что-то заговорился Ребята А здесь-то Посмотрите Что творится Восемь гейта Адептики Просто Заходят Сейчас От Стрэнджа Здесь у нас Лэйр Здесь у нас Роуч Ворона Все дела И Овер от Гуру Сюда летит Но Стрэндж Чего-то Третий Нексус Не спешит Поставить Карта Какая-то Все пробивать Надо Какая-то Жесткая Карта На самом деле Тяжелая Для процесса Получается Она Я вам скажу Так Один адепт Пошел Сейчас все Это дело В призму Сядет И полетит Вперед Так Видит Стрэндж Овера Прекрасно Адептов Убери Стрэнджок Нужно Свернуть Конечно От Овера Просто Облететь По краешку Что Стрэндж Пытается Сделать Ну Ё-моё Испалился Еще Да что За хрень То Такая Угуру Гидроден Строится Сможет Сталкер Сбить Овера Буквально На один Выстрел Не хватает Да не буквально На один И не хватает Собственно Гидроден Так Довар Под Стрэнджа Пошел Довар Гигантский 8 Адепт Плюс 4 Прилетело 12 Со скоростью Атаки Гидрала Заказная Ошибка От Гуру Жесточайшая Что он сейчас Роучи не стал делать Знаете Сейчас адепты Как на развалят Ему тут Просто Роуч Ворон Надо минус Нучше Стрэндж понимает Что ему Роуч Ворон Надо бы Минус Нучше Чтобы Роуч Как можно Меньше Было На самом деле Здесь И вообще Так Хорошо Будет Отменяет Телепорт Стрэндж Адептам В итоге Нужен Еще Довар Еще Довар Происходит Адептов Все больше И больше Становится Пул Надо бы Отменить Понимает Стрэндж Пул Отменяет Сейчас Моментально Гидроден В итоге Только Остается У Зерга Адепт Телепортироваться В Гидру Собирается Телепортирует Стрэндж В Гидру В Роуч Гидралисков Нужно бы Чтобы биться С адептами С этими Но Дроны Кстати Не особо Подспорье В битве С адептами Я вам скажу Дронов Просто падает 40 штук Уже 45 Лимит На 82 И Стрэндж Просто-напросто Адептами С 8 гейтов И Призмой Все разбирает У Гуру Сейчас может Лол Я асекси Ну Гуру Припекло Немножечко Что адепты Так прилетели Но извините Как бы Если ты Не знаешь Что происходит То всякое Может быть Развитки У Гуру Вообще Не было Блайс В игре 6 минут Насколько Я вижу Ну что И Стрэндж Действительно Стабилен Финал От Стрэндж Буквально Недавно Я стримил Когда он Выиграл Ну а надо Блайс Ждать Теперь Если Блайс Стрэндж Будет Так это Вообще То что Доктор Прописал СНГ Финал Это будет Великолепно Вообще Блайс Блайс 1-0 Идет Давайте Я поставлю Немножечко Посмотрим Рестрима Блайс 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 Блин, я заметил у меня такую привычку, что в конце каждой карты я как бы символизирую конец игры, делаю откидку назад и возвращаюсь просто сюда. Ну что, посмотрим. Блай Апокалипс, вторая игра. Вервую Блай выиграл, она была долгая, 20 с лишним минут. Уэлл. Пldenступный билет. Уэлл, сейчас все моиащены. Уэлл, запас Lindsey, до конца. Уэлл, здесь, я вижу, уэлл, гверд, запасный билет, а он так и досчитал. Уэлл, который говорит. Показали сейчас этот конец, угорели, немцы сидят, угорают, у Теренвика сегодня припекло, сейчас у Гуру припекло, вот. Ну, Стрэндж молодец, что я могу сказать здесь, реально красавчик. Не, ну, если Блай побеждает Апокалипсо, то Блай будет биться против Стрэнджа, и 150 евро уплывают, значит, к нам в СНГ сюда, это будет замечательно, конечно. Ну, а кто победит, Блай или Стрэндж, хороший вопрос. Стрэндж сейчас в великолепной форме, Блай после моря, но с другой стороны Блай на опасе, ребят. Чего-то не стали накипать, пилить ставки. Спасибо. Спасибо. Так, ребятки, чё я делаю? Привет, Ботман СК-2, привет всем, ребят, СК-2 ТВ, good game, Лай бьётся против Апокалипсо, Апокалипсо, погодите-ка, а чё это у него лимит-то, ё-моё, я всё пропустил, ребят, я дико извиняюсь. Апокалипсо убил, Блай просто третью катал, походу это был дробчик или я не знаю что, поэтому по лимиту полный провал здесь вообще, и судя по всему я ещё в третью игру Блай успею ворваться, если так дальше дело пойдёт. Да, дробчик прилетел по ходу дела. Либератора тут смутка бьётся много чего там бьётся. Даже не дробчик на муи идёт, Апокалипсо, Блай. Пробревает камень, я буду следить за игрой, чтоб ворваться нужно было. Блин, я вот так и думал, что сейчас в ТК менее минуты Блай в игре, он проиграл уже ё-моё. Приорает у меня, когда такие вещи происходят. Не стал отписывать никому. Надо было бы Лай написать сейчас, чтоб заинвайтил следующую, если будет игра следующая. Да, здесь приходит Апокалипсо, точку ставят в этой игре просто. Ну, увидим рестрим через пару минут, что тут и говорить. Пока уберу. Немцев, чтоб они лишний раз не светились. Ну, Джей Кинг у тирана стандартный уник. Ну, так, маленько там припепло. Забрил его корейец. Университет. Однако у меня последний раз. Немь, чтобы Продолжение следует... Так, сейчас игра начнётся, ребят, я вам поставлю изображение, всё вы увидите. Продолжение следует... 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 Так, рипер прилетел... Минус рипер, просто нелепо как-то там сейчас сразу... Факту бы минуснуть бы... Но факту не минуснуть... Смотрите, танк скоро уже будет готов... Блай пытается минуснуть факту... Нужно фаербола кидать по КСМке... Блай, что ты делаешь-то? Продолжай пушить! Ё-моё! Отпустил факту танк в итоге готов будет... Ну и всё, танк готов здесь уже кончается... Пуш сразу же... Блайовский... Так, фаерболы по бункеру... Хорошо проходит... Блай заходит на ХГшечку сейчас... Танк пытается поймать... И танк поймал, между прочим, Блай! Фаерболы куда? В бункер все падают... Фаерболы... Это, кажется, 2-1 Блай... И у нас СНГ-финал Блай Стрэндж... Вообще царский получается... Вообще молодцы, ребята... Пацаны-ребята... Вот такие... Такие гоуфуиска мне нравятся... Когда в финале СНГ-игроки бьются... 20 на 40 по лимиту... Ну, надо разведывать... Апокалипс не разведал вообще ничего... Ё-моё! Конечно, если не разведал... Блай приходит и просто убивает... Гэ-гэшечка СНГ-финал... ИСКАМИНГ, как говорится... ИСКАМИНГ... Ну что ж, ждем и будем рываться... ИСКАМИНГ, как говорится... 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 Продолжение следует... 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 Так, Нексус пошел и пилон. Я не понял, Стрэндж еще телепорт хочет туда, что ли, делать на этот Нексус? То есть это скрытый иммортал куш с телепортом? Вот это уже вообще выстрел тогда получается. Да, надо сюда еще пилон поставить, чтобы вар был быстрый. И выход делать. Нужно иммортал в ТА продолжать Стрэнджу строить. Потому что Нексус пока строился, он мог бы как минимум еще одного отстроить СМА. Углая там роучи какие-то пошли, а что углая вообще сейчас есть на данный момент? Тринадцать роучи, три реводжеры видим. Давай, там талкеров идет. Хорошо, Стрэндж оверсиро фокуснул сейчас. Давай, еще трех талкеров идет. Глай спускает криптумор вниз, он пока вижен не дает. Скоро вижен даст этот криптумор. Но готов ли будет Блай вот так вот принять сейчас Стрэндж? Так, Нексус спалил. Призма все еще висит. Все, сейчас телепорт пойдет от Стрэнджа. Вообще интересный билд такой Стрэндж демонстрирую прямо скоро. Все, пора ТПшечку делать. Где Стрэндж? Телепортик. Пошел телепортик, хорош. Доварь сейчас зелков идет сюда. Пробивает Стрэндж камни. Фаербулльщики пошли от Блая. По сталкерам он попадает. По зелкам он попадает. Охренеть можно. Не надо Стрэндж. Так неаккуратно действовать. По центре сейчас попал еще Блай. Очень плохо по Стрэнджской. Ну Стрэндж заходит от Фаербуллов. Уворачиваться пытается. Новые пошли сейчас филды. Фаербуллы новые. Сделки доварпливаются. Эмморталы пока что живут. Десять рущу. Но энергии маловато у Стрэнджа. И как-то криво Эммортал Куш дальше продолжается. Слишком что-то много Фаербуллов Стрэндж наловил. Как по мне. И вот это может решить вообще исход данной битвы. Доварпа не вижу пока. Вот пошел Сентрей доварп еще очередной. Ну как бы интересная стратегия. Но тяжела к исполнению. Филды пошли. Четыре филда от Стрэнджа. Королев проблевает. Трансфюзов очень много. Очень много выдерживают дэмэджи эти королевы. Пошли Фаербуллы. По филдам попадают. Пока Эмморталы живут. Ну тринадцать рущу была я заказана. И не получилось Стрэнджа продавить. Ну вот как-то подальше надо они тут было поставить. Видимо чтоб Вижена не было. И от Фаербуллов начальных. Вот здесь пока камни Стрэндж проблевал. Нужно как-то уворачиваться было. Ну что я могу сказать. То есть для вот такого Эммортал Пуша. Стрэндж прекратил строить Эммортала в какой-то момент. И вот это то мне кажется и подрешало. Потому что пока Нексус строился. Он мог бы не три иметь там, а четыре. А уже может быть и пять бы и мог. Вот если бы было там четыре и пять Эмморталов КЗ. И вот это как бы дальше сложилось. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, пошла третья хата Ну тут не страту на ходу он придумал, а тактический маневр просто какой-то Ну, было поздний нексус был, Стрэндж приняло решение, что порисовать нужно Ну вот как-то так получилось, я думаю, вот в этой игре стандартное начало, Стрэндж и действовать будет по-другому Не будет так, как сейчас действует Так, сейчас я кое-что проверю Кто хочет сеточку посмотреть, я вам кидаю еще раз чатик Сам закрываю, она уже не понадобится больше, эта сета Сегодня что у нас там, Мачерина Организация под названием Быстрей ТВ Ну там ни хрена чуть не понятно Я думаю, тормознут сегодня, конечно, после вот этого Турика Потому что, ну, вчера был я на день рождения Надо бы немножечко отдохнуть Сегодня, а завтра будет пролига великолепная Почему резерги форфилды не ромают реветерами? Да ломают, почему не ломают? Ну, не часто действительно это происходит Но не часто это и нужно, как бы Может, просто пока не сориентировались На филды можно с помощью этого делать Понемножечку начинает уже ломать Так, адепт врывается Куда он врывается? На мейн врывается Угла тут вообще ни хрена нету Одного дрона минус мусс раньше Второго не минуснул Блай спорку заказал Не отменяется Тиблай все абсолютно на 2 золота перевел сейчас У Стрэнджа больше рабочих Добыча у Стрэнджа все равно повыше сейчас, чем у Блая У три гейта адепты переход в стар гейты, насколько я понимаю Сейчас билд от Стрэнджа будет И эволюшн делает То есть это какая-то, возможно, девять и восемь лингов Вот они бегают Здесь овер летает Просто возможно, бывает, букву вот этих восемь лингов Попытается перевести на мейн Стрэнджа Все, мы с лингом готов Да, морфит с овер Вот он прям рядом с мейном Один адептик контролит это направление Пилона минеральной линии нету Ни хрена там вообще нету Еще один пилончик от Стрэнджа пошел Сейчас адептики выйдут Чуть три есть, плюс три будет сейчас Будет их шесть очень скоро Газ на золоте надо начинать добывать Что Стрэнджа делает До варка еще трех адептов наблюдаю Здесь у нас овер летает Стрэндж видит овер Овера сейчас адептов возвращает на мейн Берет точнее на мейн, приводит И сейчас нужно просто так Блай, кстати, лингов, смотрите Наперевозил больше чем овер меща Сейчас будет не улететь просто Блай Что ты делаешь-то Блай Блай под обнаглел здесь, конечно Пытается Блай со Стрэнджем здесь справиться Но никак этого не сделать Здесь оверчаж нужно просто впилить Стрэнджа Чего он стесняется оверчаж-то впилить Ну зачем просто терять Энергию жалеть Я думаю, что и не нужно было Выдвигается Стрэндж вперед Роуч Ворон у Блая сейчас будет готов Но 11 адептов у Стрэнджа Сейчас у Блая есть 20 лингов И 14 делаются Но 11 адептов могут это количество лингов Вполне себе развалить На мейне какие-то врывы идут Блай пытается лингами контратаковать Роучи вообще нету до сих пор Что самое поразительное Заходит Стрэндж через верх Почему Стрэндж так хитро-то пытается зайти сейчас Так, линги прибегают Уверчаж Где Стрэнджик выставляешь Ты уверчаж Скорее нету реакции никакой от Стрэнджа Телепорт ужасный в лингах Сейчас похоже, что для Стрэнджа это может быть провалом Пробок потерял очень много Адептов всех потерял Это провал, ребята Полный провал Ну пока еще по лимиту не так уж катастрофично Экономика более-менее есть фениксы Но вот все бы ничего Если бы Стрэндж не потерял всех вот этих Адепов Ну долго обходил Пока что-то сюда пошел Пока сюда обходил Блай все это видел Успел подготовиться В итоге контр-хуш от Блая Здесь пробки приходят, отдаются И мало того, что этот хуш И с хорошей экономикой тяжело отбивается Но с такой провальной экономикой для Стрэнджа Это будет нереально Роба нет смысла здесь ставить Короче, Блай вообще Стрэнджа Как на оба эти тут затаскивает Стрэндж, да, сейчас оверов Да хоть всех он собьет Если оверов Там уже достаточно лимита Того, который Стрэндж просто не может убить Так, завязываю Тут мусульманин Парень всякую описать Ну что, здесь паровоз просто юнитов от Блая Они даже не могут пройти на рампу нормально Медленный пуш этот дошел Но он медленно так Стрэнджа, в общем-то, и проблевает И с ним ничего абсолютно не сделать в итоге Стрэнджу, к сожалению Хоть торки нужны, конечно Здесь помогли, помочь могли Оверсиро минусует Стрэнджка немножко Но торков нету Пениксы не справляются вообще ни разу И Мортл выходит Ну, и второй выходит Ну, и Мортл тут тоже, судя по всему, не смогут справиться С этим врывом Хотя, хотя бы чуть-чуть Стрэндж что-то, конечно, убивает Блая Но юнитов, ну, очень много Еще два Мортла строятся Варп все еще есть Так, нужно отойти назад Стрэнджа сейчас плюс 50 энергии будет И если плюс два еще Мортла построится Может, какой-никакой-таки шансик и есть У Стрэнджа здесь Тем более, и Мортла неплохо распакуют Оверчаж на нижний эпилон выставляет Сейчас Стрэндж И Мортл подставляется под королев Да, Варп, чудилка идет Мазерпор, лучше не отдавать ресурсов Лишних у Стрэнджа нету Но слишком что-то много релодеров пришло Блин, а лимит это как близки, а? Просто жесть, ребят Лимит он очень близки Пробок уже Стрэндж взял Сейчас пробками пытается отбиться Но Блай фокусит и Мортла Преводжерами Нет у них бонусов По реводжерам и Мортлах Я имею ввиду Здесь хороших фаерболл На три здания На два роба И на Старгей Все попадает Минус зелу ГКшечка 2-0 Блай На изи еще Ну тут Стрэндж Стрэндж за начало не заходит А Чизы Блай заходит Как бы нервничает Стрэндж Стрэндж видно Ему надо не нервничать Играть в свою игру То есть в среднюю стадию В более лайтовую Вводить Там у него все в порядке Сейчас А Стрэндж не может Этого почему-то сделать А мы ждем Следующую игру Стрэндж не может Продолжение следует... 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 плюс 2 старгейта от Стрэнджа пошел. Гейтты открываются, ну что, да варп адептов, старгейты, все стандартно абсолютно здесь. Стрэнджик, а как в предыдущем этот билд, он любит играть сейчас, но этот билд, я говорю, этот билд статс Зест, это команда КТ просто, да в основном все просто примерно так сейчас играют, и Си-Жи, и Хиро, то есть опенинг через адептов, переход, добавление фениксов, и потом уже в самом ИЛСе вариации, конечно, там что делать есть. Да варпливаю Стрэндж еще адептов и Центрю, одну, адепт 6 штук, плюс Центря, ого-го, вот это интересно, потому что Стрэндж заказывает не просто фениксов, а фениксов плюс 1 заказывает сейчас. Адептики идут вперед, актив, Стрэндж 3-ти нифтус бы надо ставить. Феникс он пока занять не может. Два феникса готовы, еще 2 заказаны сейчас. А по ВЦ с поинтом он проходит. Ну тогда понятно. Приходит Блайт, Стрэндж пытается Блайт сейчас принять, у него много юнитов здесь, у него много оверчажа есть, у нас тут рейлоджеры начали морфиться, вот этого надо добить бы рейлоджера, хотя проще Стрэнджу подождать и уже готовых рейлоджеров, собственно говоря, поднять будет сейчас. Что Стрэндж и делает, 1 минус, 2-го поднимать надо убивать, убивать 2-го, убивать 3-го, убивать 4-го сразу же рейлоджера надо, конечно. Так, 2 оверчажа было сейчас, оверчажи кончились. Блайт заходит, но у Стрэнджа много, здесь 91 стоп по лимиту. И вот то, что у Блая еще ближняя к Стрэнджу база, тоже ему боком сейчас выйти может, как я уже и говорил. Рейлоджеров всех Стрэндж на халяву сбривает, фениксов все больше и больше строят. Фениксы, между прочим, с плюс 1, сейчас и другие юниты будут с плюс 1. Лимит боевой одинаковый уже, даже больше Стрэнджа. Ну, общий лимит у Блая побольше, там рабочих сейчас строил. Летит фениксами вперед Стрэндж. Вливается, королеву поднял 1, королеву поднял 2, королеву поднял 3. И 4. 4 королеву минус, еще одна подходит, Стрэндж среагирует, вон же она там бегает. У него нету энергии, вот сейчас только появится энергия, но Стрэндж уже улетел и уже ворвать не сможет. Здесь 2 роба запилены, кстати, очень поздние роба, вот это меня беспокоит сейчас. Ни Крип не выбить, ни Иммортал не построить, ничего не сделать. Ну, Стрэндж принимает решение вообще выход сделать. Что-то интересно, что выход это. Так, спорку нужно подрезать обязательно. Поднимает Стрэндж реведжеров, делки лингов просто разваливают, фаербулы попадают, несколько по фениксам фаербулы попадают. Гвардиан шил постоянно врублен у Стрэнджа, королеву фениксов отгоняют, сейчас начинает Сентри там Блай пытаться вкусить. Сентри отфокусил, 83, 88. Лимит вообще одинаковый почти. Два роба заработали, Иммортал обсервер делается у Стрэнджа. У Блайя рабочих меньше, чем у Продси сейчас. Лимиты одинаковые вообще. Так, опс, готов. Где феникс вообще? Феникс и летает где-то сзади. А, королева Блайя подстроена. Ну, надо крипа отогнать, чтобы королевы просто моментально в атаку сюда не приходили. В Стрэндж было бы вообще замечательно. Так, зачем-то Блайя свой Криптумор сейчас подприл. Так, реведжера поднимает. Там, по Аэрболу, между прочим, по Сентри попадают. Прилетает Феникс, а тут, там, издалека. Блайя уже Стрэндж убивают. Да выйти надо, убить все вот эти Криптуморы. С поля будут готовы еще. Ну, два Иммортал есть. На третий Никс уходить, в атаку идти. Что-то нужно делать Стрэнджу, наконец-то. Похоже, Стрэндж решил понадежнее действовать через третий Никсус. Ну, Блайя-то отступаться не будет, но явно пуш пойдет. Так, акселер вылетает. Да почему Стрэндж Криптумор не хочет убить? Вот для меня загадка просто. Пошел да убил Криптумор. Боевой лимит у Стрэнджа выше. Фениксы все еще шатают, летают. Фениксов реально много, их 9 штук. Ну, больше не строят Стрэндж. Вот сейчас Королева идет. Смотрите, заплутало. Плюс один Кениксов, 9 штук. Королева просто секунду проблевают. Овера проблевают. Здесь Блайя пришел, попытался проатаковать, но Имморталов уже 4 штуки. Роучи против такого микса не то, что бесполезно. Конечно, сначала линги будут отлетать. Но, учитывая плюс один узелков, и я думаю, что Роучи здесь особо ничего не сделают. Блай, отчасти это понимая, старается большую часть Роучи в Реводжеров превратить сейчас. Спускается Стрэндж сам на лоу-граунд. Пошли хорошие филды. Фаербодчики падают. Стрэндж еще один филд ставит. Спорка приходит. Надо Спорку минуснуть. Спорку Стрэндж минуснул. Еще один филд. Надо врываться Фениксами. Вот Королев, под Реводжеров, что не делает Стрэндж сейчас. Имморталы просто Роучи разваливают. Фаерболы попадают. Единственное, что у Стрэнджа как-то не ахтет, а как он под Фаерболами гулять любит, на самом деле. Фаерболы по нему постоянно заходят. Здесь два зелка откуда-то сбоку пришли. Сейчас очень неплохо и очень своевременно. Королевы, да, трансфюзаются, но прироста не хватает. В заказе в основном не Линги, а 8 Роучи, в основном весь лимит. И они тем более помощи смогут. Они очень долго ходят, и они даже в бою не поучаствуют. Скорее всего, если только Влай долго не выходить будет, сейчас просто Рэндж на выходе-то и развалит. Примет всех Роучи и все, все, все. Так, вот третий Ухат приходит, Стрэндж, там оверов начинает шатать. Ну что, кажется, это камбэк, кажется, 2-2. Мы сейчас решающую игру увидим. Непростая прогулка для Влая была. Ну, два раза, конечно, тут Стрэнджа. Влая очень жестко прокушил, прорашил, получилось, а теперь не получается. Ну что, идет Стрэндж Блайд добивать, кажется. Да, Чарж есть, все есть. Фениксы залетают, начинает Стрэндж там Реводжеров поднимать уже. Фаербулы мимо, 3 Архона есть в этом миксе. Архоны вообще идут, не останавливаются. Зелки, это единственный юнит, который погибает в этом замесе. Ну все, минус Блайд, давайте потери глянем. 15 900, 16 тысяч на 7 тысяч, более чем двукратное преимущество в пользу Стрэнджа в потерях. Так, Фаербулы пошли, Фаербулы мимо. И потери-то не сильно увеличились. Ну что, это уже интрига. Блайд смотрит реплей. Ну а мы ждем Блайд. Блайд смотрит реплей. 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 Продолжение следует... 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 Везде здесь на этой карте камни разваливаемые, присутствуют и можно закрывать свою базу. Здесь чейджинг стоит, всё вообще видит. Смотрите, иммортала Блай видит. Вообще всё абсолютно видит. Здесь ещё что-то было. А, ещё враг Дархова был со стороны Стрэнджа. Ну или имеет и блески в итоге, но Блай заказывает спайр. Сейчас и Стрэндж вообще не готов к спайру, то есть он к мутке готов не будет. Чейджинга вроде как выбил Стрэнджа. Подходит сюда, здесь ещё один пилон заказан. Ну вот нужно сейчас развивать свой прессинг тогда Стрэнджа, потому что если Блай перейдёт в мутку, будет реально тяжко. Здесь у нас фатуночка будет сейчас готова. Нужно пробить камни здесь, чтобы не воров претриться. А, кстати, за раз все камни убиваются, они на двое стороны падают с двух сторон. Да он, да. Хорош. И по 2000 хп. Ещё гиты пошли. Стрэндж не собирается сидеть в мутку ждать, что самое интересное. Стрэндж собирается встречать Блая, отбивать третью и идти вообще убивать там. Есть ли блинг у Стрэнджа? Хороший вопрос. Да, у него есть блинг и заказан чаш. Ещё один чейджинг минус. Нужно раскачивать эту базу третью сейчас. Блай тут прогрызает камень в тех направлений, Гидроден пошёл. Но Гидроден Гидроденом... У Стрэнджа тут уже много юнитов, которые могут биться, тем более с блингом. Сейчас у Треводжера запилены Блаем. Но Стрэндж делает выход сейчас очень интересный. Так, идёт вперёд. Фаерболы падают сейчас. Как-то, блин, вот есть косяки с выворачиванием от фаерболов у Стрэнджа. Вот это я подметил уже давненько. Зачем чаш Стрэнджу пока, честно говоря, не понимаю. А вот архивы Темпларов пошли. Архончиков, да, нужно будет сюда просто в этот микс запилить Стрэнджу. С зилками-то, с чашем. И это будет всё ещё неплохо работать, как мне видится этот момент. Так, оверчар здесь выставлен Стрэнджем. Отгоняет Блаем. Нужно сталкерами не бояться. Вот, крипы ставятся. То есть не нужно бояться отделить... Так, что-то на поставить. Не нужно отделить группу юнитов, сталкеров, которые неуязвимы за счёт блинга. Просто подошёл сюда по крипу, пострелял там, не знаю, ещё что-нибудь пострелял куда-нибудь. И принимать таким образом. Так, до вармки штурмячков идёт. Архончики сейчас будут через центр Стрэнджа уже будет не пройти сейчас. В лоб будет наломиться тяжело. Но вот сейчас условия для Стрэнджа, если он хочет атаковать Блая, условия до люры атаковать, безусловно. Врывается Стрэндж сейчас. Зилки прыгают вперёд, сталкеры проблинкивают тоже вперёд. Сейчас фаербольщики от Блая падают, по зилкам попадают. Филды хорошие от Стрэнджа пошли. Гвардиан Шилд работает на ура. Трансфюзы по плёткам новенькие есть. Филд ещё один пошёл от Стрэнджа. Сталкеров отблинкивает великолепно сверху. Архоны падают сейчас. Так, до варм зилков приходит. Ещё один иммортал идёт вперёд. Здесь у нас две плётки сзади есть у Блая. Но Стрэндж идёт уже армию убивать. Фокусит реведжеров, фокусит королев. Зилки с имморталами там на плётке наламываются. Плётки очень сильно решают. Сейчас Блая берёт всех лингов, пытается отбиться. И вроде как даже справляется со Стрэнджем. Но экономика уже просела. Пять птиштормовиков. Давав сейчас будет архонов три штуки. Плюс сделки. Нужно будет идти Стрэнджу просто Блая пытаться убить. Но то, что имморталы потеряны не очень хорошо сейчас. Почему? Да потому что здесь плётки есть, которых не сбить Стрэнджу будет. И... Ну хотя плюс два зато у Блая грейды отсутствуют вообще. В принципе, целиком и полностью они отсутствуют. Иммортал подходит. Понимая Стрэндж, что Блай там что-то мутит, крутит. А где люркер? Вот он один единственный люркер. Вообще присутствующий. Но Блая его пока не закопал. Вот единственная проблема. Вот сейчас он копает люра. Этого. Так, всё. Со стопа снял. Атаковать начинает Блай. Нужен давар еще более жесткий какой-то Стрэнджу и атака. Может быть и через центр Стрэнджу имеет смысл выйти. Не знаю, будет ли Стрэндж ломиться прямо в этом направлении. Ну, кстати, юнитов у него много. Но лимита боевого поменьше, чем у Блая сейчас. Три люркера где-то еще морфятся. Где они? Ну, рядом, кстати, морфятся. Плюс 4 люркера будет уже вообще тяжело Стрэндж будет продавить. Вот он сейчас заходит к Блая. Блая копает люру. Пошли архоны вперед. Какой же куча всего Стрэнджа. Стрэндж сплетанит и юнитов своих элементарно хотя бы как-нибудь там. Так, юнитов-то сплетанул, но все равно не хватает, в общем-то, Стрэнджу здесь для того, чтобы продавить. Апсервера строит еще одного. Но подстроил в это время има. Сто семь, сто одиннадцать по лимиту. Нужно на блинке отбить мейн сейчас сталкерами. Стрэндж понимает, что мутка полетит именно сюда. Блая прилетает. Сталкеры подблинкиваются. Но сталкеры с двумя атаками из положительных моментов для Стрэнджа. То есть они с мутой хорошо будут драться. У Блая грейдов на муталисках нету сейчас. Да, Варк. Чуделков идет. Лимит равный практически. Четыре люркера у Блая. Спорок четыре, пять. Что, е-мое. Ну, тут для Стрэнджа проблема в том, что ему Апсерверов тяжело сохранить своих. При атаке будет обходить через центр. Ну, очень долго получается ему. Так, заходит Стрэндж. Сталкеров берет вперед. Заходят делки. Фокус. Спорок очень хороший. Апсервер залетает, пока мутки нету. Стрэндж умудряется сбрить практически всю люру здесь. А есть еще. Да, один люрк еще остался. Муталиски в стэки наших Архонов попадают. Блин, Блай. Архоном уже на Дримхаке как-то или где там он сливался один раз. А теперь и Стрэнджу сливается на Архонов. Так, агрессивный блинк под люру. Два люркера минусой Стрэндж. Муталисков у Блая сколько. Муталисков маловато явно против такого количества сталкеров бороться. Но Апсервера, насколько я понимаю, Блай сейчас сбил. Мазеркор минусует Стрэнджу Блай сейчас. Нужен еще один опс. Давар Пархончиков идет. Отступил Стрэндж. Что отступил-то? Продолжай на халде здесь прессовать эту базу дальнюю. Блай переселился уже вдаль куда-то там. Давар пойдет еще. Апсервера. Есть Апсервер у Стрэнджа. Летит сюда. Люру новую Блай делает. Но Люры мало. Стрэнджа очень много. 109.88. Стрэндж переворачивает этот финал с 0.2 на 3.2 сейчас. Это очень было неплохо с его стороны исполнено. Так. Арконы под муталисков. Все. Люра кончается вся. Кажется ГГ. Стрэндж-то хорош. Стрэндж-то хорош. Сделки еще подбегает. 60. Лимит на 117. Блай Люркера сверху копает. Заговариваюсь уже. Люркер минус. Здесь Аркончик один остался. Зарешало то, что у Стрэндж еще две атаки есть. Ну и кстати говоря, очень жестко и четко он, я бы сказал, давил в этом направлении. Уже в какой-то момент мне показалось, что все, Блай отбивается. Но Стрэндж додавил. Ну на этой карте, вот в данной ситуации, какую Стрэндж игровую создал, посмотрите. Ну, хотя если только пробить мейн, вот сюда на четвертую выходить, но Стрэндж этого не делал. Ему тяжело очень было с его пуша съехать. Из-за особенности карты в том числе. Покидает Блай игру. Что-то Блай пригорнуло маленько с 0.2. Подслил сейчас. Ну что, ребят, стоп старт делаю, сейчас к вам вернусь. Покидает.